Здравствуйте! С вами Алекс Ксено. Сегодня мы с вами попробуем ответить на вопрос, который встает перед людьми при покупке инструмента, что подойдет не больше. В этом видео мы рассмотрим два наиболее ярких представителя класса хендпанов или стальной перкуссии. Первый – это Pantam SPB. Хендпан или Pantam в данном случае обладает очень мягким и приятным звучанием, так как этот инструмент выкован вручную и его корпус закрыт, центральная нота дает хороший бас сильный, который отражается внутри инструмента и выходит через отверстие внизу. Ноты также, отражаясь внутри корпуса, звучат чисто и гармонично. Также за счет того, что площадки выкованы в самом теле инструмента, вибрация сохраняется порядка 3-4 секунд. Второй инструмент – Ravast производства города Пермь. Здесь вырезанные в корпусе язычки дают звуку выходить наверх, сквозь них. Закрытая площадка внизу также направляет весь звук вверх. Мы слышим также громкий, чистый, гармоничный звук. За счет того, что вырезан отдельный язычок в корпусе, его вибрация сохраняется дольше. Порядка 5-7 секунд. В одном инструменте сочетается как железо, так и деревянная часть, деревянная заглушка, которую можно использовать в игре для перкуссионных приемов. Вес инструментов примерно одинаковый. Хэндпаны – порядка 4-5 килограмм. Равваст – 6-7 килограмм. В инструментах Ravvast на данный момент самое распространенное – это 8 полей по кругу и одно поле в центре. Также сейчас появляются эксперименты в области добавочных язычков. В хэндпане вы можете заказать настройку необходимого вам количества полей, известный на данный момент неразброс, от 7 нот по кругу и динг до 20 нот по кругу и динг. В случае с хэндпаном это всегда ручная работа и настройка идет под заказ. Ravvast производит свои настройки стандартные и заказать какую-то отдельную – это нужно обращаться к менеджерам. На инструментах Ravvast на центральном поле настроено до 7 призвуков дополнительных овертонов. Дает богатое звучание на одном поле. На остальных более мелких язычках от 5 до 4 овертонов. На каждом поле хэндпана настроен основной тон и два овертона к нему. Выбирая инструмент в первую очередь нужно понимать с какой целью вы его приобретаете. Если вы приобретаете инструмент для практики и личной медитации и каких-то своих изысканий в музыке, важно поиграть, послушать инструмент перед покупкой и понять, приятно ли вам его звучание, его строй, его какие-то дополнительные призвуки и особенности. Если вы играете в музыкальном коррективе и хотите дополнить звучание стальной перкуссией, в первую очередь обратите внимание на его тональность и лад. Мы затронули основные моменты при выборе инструмента в этом видео. Если у вас будут дополнительные вопросы, вы можете оставлять их в комментариях либо писать мне. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok